Положить новый асфальт в одном из дворов города не дают подземные воды, которые вымывают грунт. Из-за этого около фундамента многоэтажки образовалась яма. А на первом этаже этого дома филиал Крыевического музея. Провал неподалеку от входа. Репортаж Александра Вяткина. Положить новый асфальт во дворе 11-го дома по вокзальной магистрали мешает провал. Грунт под старым покрытием размыли подземные воды. Яма образовалась неподалеку от входа в музей природы. Прямо около фундамента многоэтажки. Вскрыть участок между двумя однозначно крыльцами, посмотреть, если этот факт подтверждается, то нужно будет делать вертикальную опору и засыпать. Провал уже засыпали, но землю вновь вымыло. Чтобы найти причину подземной проблемы и устранить последствия, проведут масштабные работы. Если потребуется привлечение дополнительных средств, проведем осмечивание, принимаем соответствующие решения. Но надо сделать так, чтобы больше к этому объекту не возвращаться. То есть там будут решены все проблемы водоотвода, если потребуется укрепление. И только после в этой части двора положат новый асфальт. Пока специалисты думают, как перенаправить подземные воды, сотрудники подрядной организации занимаются благоустройством. Новое покрытие будет вокруг всего дома. Сейчас рабочие подготавливают площадку. На этом месте и был тротуар. Где-то еще лежит старый разрушенный асфальт. Ходить по такому покрытию, конечно же, было неудобно. В ближайшее время рабочие засыпят это место щебнем, а затем положат новый асфальт. Таким образом отремонтируют сразу две пешеходные дорожки. Новый асфальт будет и у входа в музей. Вообще жители дома хотят организовать здесь небольшой сквер. Прямо во дворе десятки деревьев. Председатель совета дома хочет обсудить с жильцами этот вопрос на общем собрании. То, что сейчас это уже безобразие. Оно уже все старое, все просто падает реально. Проголосуем, но я думаю, что я сумею убедить, что здесь нужно все деревья менять. Хотелось бы вот этот сквер, который находится, а это придомовая территория, Краеведческий музей, гости, в том числе гости города Новосибирска, там посещение. Ну, там начинать надо с того, чтобы, ну, указатель был, что это Краеведческий музей. Значит, тропинки там сейчас асфальтируются, они приводятся в пригодность, значит, и чтобы там красивое место было, чтобы туда приходили гости, да и новосибирцы там бывают, чтобы было красиво. Работы в этом дворе ведут на деньги от федеральной программы. Всего в этом году в городе на благоустройство придомовых территорий потратят 450 миллионов рублей. Это в два раза больше, чем в прошлом году. Александр Вяткин, Евгений Макаров, Новосибирские новости. Спасибо за то, что смотрите Новосибирские новости. Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра. Продолжение следует.